Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 29 июня 2020 года. Один зритель моего канала, Сергей Нефёдов, снял для меня небольшой сюжет по глине на Азовском море. Откуда она взялась? Здравствуйте, Галина! Спасибо за вашу работу, которую вы делаете. Я на днях был на Азовском море и одна странность привлекла моё внимание. Я это снял и выложил в YouTube. Если вам этот ролик покажется интересным, можете использовать его в своих публикациях. Спасибо! С уважением, Сергей Нефёдов. Я на Азовском море. Это Степановка, Запорожская область. И что я тут увидел? Вот такой обрыв получается. А вот внизу всё в ракушке. О чём это говорит? Это говорит о том, что это было дно Азовского моря. А потом что-то произошло. И вот какой слой глины сверху. 4-5 метров. Там даже может быть и 6. Вот, пожалуйста. Как она могла там взяться, вот эта вся ерунда с ракушек, а? Вот, я тут же. Здесь, конечно, поменьше. Вот. И опять же, непонятно, это был берег или дно. Если это был берег, это одно дело. А если это было дно, а ещё сверху вода, и непонятно какой уровень. Ну, глиной всё засыпало. Ну, вот, пожалуйста. Это для тех, кто не верит в то, что совсем недавно происходили какие-то непонятные вещи в природе у нас. Ну, так вот. На что я обратила внимание. Глина здесь однородная. Значит, это не природное явление. Иначе были бы видны слои и вкрапления, и камни, и органики, и всякого другого мусора. Такая глина повсеместная и в городах засыпала. Только по цвету иногда отличается. Есть более жёлтая, есть бурая. Но однородная. Моя версия, вы знаете, что засыпы глины – это рукотворный процесс третьей силы, имеющий технические возможности, превышающие возможности нашей цивилизации. Ну, или, по крайней мере, то, что нам позволено знать о возможностях нашей цивилизации. Плюс то, что глина – это пласт, как бы останавливается вдруг, обрывается, что тоже говорит о его неприродном, естественном происхождении. И такой внезапный обрыв или остановка глины встречается также в разных местах на реках и городах. Ну, например, мой любимый и родной Нижний Новгород, город Горький. Его верхняя часть – откос, самый знаменитый нижегородский откос – засыпано глиной огромной высоты. И то, что глина не старая, а также однородная, я уже делала отдельный ролик, конкретно по Нижнему Новгороду. А тут мне прислала соратница свежий снимок сошедшего глиняного оползня, недавнего, недалеко от Кремля. То есть рядом с Кремлем, вернее, прям под стенами Кремля Нижегородского. Что опять же подтверждает, что глина появилась недавно, относительно чуть более 150 лет назад. Мое предположение, моя версия, что это 1860 год, засып глиной городов и разумное формирование рельефа третьей силой. Благодарю за внимание. Делитесь вашими мыслями, оставляйте комментарии. С вами Блага, Лена Конышева. Всех вам благ! Субтитры сделал DimaTorzok